С вами Николай Пивненко в проекте Даты. Сегодня 28 августа. У родившихся в этот день 1749 год. В этот мир приходит Иоганн Вольфганг Гёте. Великий немецкий поэт, драматург, философ, ученый, создатель знаменитой трагедии Фауст, драм, стихов, вошедших в сокровищницу мировой литературы и во многим определивших ее дальнейшие пути. Именно он оказал огромное влияние на развитие русской литературы. Однажды, говорят, великий поэт прогуливался в городском парке. На тропинке, где мог пройти лишь один человек, ему встретился чванливый критик. Когда они сблизились, критик надменно произнес «Я никогда не уступаю дорогу дуракам». А я, наоборот, усмехнулся Гёте и отошел в сторону. 1853 год. Родился Владимир Шухов, русский инженер, архитектор, изобретатель, ученый, член-корреспондент и почетный член Академии наук СССР. Он создает висячие сетчатые покрытия, легкие металлические арочные покрытия. В 1896 получен патент на сетчатую башенную конструкцию, что на Шаболовке. Она становится самой известной работой Шухова. Башня представляет собой телескопическую конструкцию высотой в 160 метров, которая состоит из шести гиперболоидных стальных секций. 1877 год. В этот мир приходит Чарльз Стюарт Роллс, английский автомобилист, авиатор, один из основателей компании Роллс-Ройс. В июне 1910-го первым пересек Ла-Манш на самолете туда и обратно, причем без посадки. В 1899 году родился Андрей Платонов, русский советский писатель и поэт, драматург, публицист, киносценарист, журналист, военный корреспондент. 1925 год. В Батуми в семье искусствоведа и учительницы рождается будущий классик советской научной фантастики Аркадий Стругацкий. Автор 25 романов и повестей, написанных в основном совместно с братом Борисом. Он входит в советскую литературу как мастер философского направления фантастического жанра. 1925 год. День рождения Юрия Трифонова, писателя, автора «Дома на набережной» и других произведений. Лауреат Государственной премии СССР. В 1939 году родился актер Владимир Ивашов, хорошо известный нам по работам в «Балладе о солдате», «Приключениях неуловимых» и «О зоре здесь тихие». Ну а в 1948 году рождается Наталья Гундарева, актриса театра и кино, народная артистка России. В 1969 году родился Даниил Спиваковский, российский актер театра и кино, педагог. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1851 год. Открывается сквозное железнодорожное движение между Петербургом и Москвой. Николаевская железная дорога построена в середине 19 века. Она становится первой двухпутной казенной железной дорогой в Российской империи и положила начало создания в государстве железнодорожной сети общегосударственного значения. Протяженность дороги составила 645 километров. Позже к Николаевской присоединены другие линии. Дорога проходила по территориям Петербургской, Московской, Новгородской, Тверской, Псковской, Витебской и Смоленской губерний. 1914 год. Битва в Гельголандской бухте. Первая крупная морская битва Первой мировой войны. Британский флот под командованием Дэвида Битти разбивает немецкий 1100 убитых. 1920 год. В РСФСР начинается первая после Октябрьской революции всероссийская статистическая перепись. Вопросы о побочном занятии, о профессии, которую опрашиваемый считает своей специальностью, об инвалидности и какой национальности вы себя относите. Хотели описать 67 губерний, однако вследствие гражданской войны и нехватки квалифицированного персонала в переписи принимает участие 72 процента населения страны. 1936 год. Основана компания Тойота, основателем которой стал Кейчиро Тойода. Первые автомобили выпущены годом ранее, но тогда автопроизводство было лишь подразделением гигантской корпорации Тойода по производству ткацкого оборудования, хозяином которой был отец Кейчиро Сакичи Тойода. Чтобы написать иероглиф Тойода требовалось 9 движений кистью, а число 9 считается у японцев несчастливым. Поэтому после проведенного конкурса взяли новое имя, близкое по звучанию Тойота. Для его начертания требовалось лишь 8 движений, а 8 в Японии не просто счастливое число, но еще и символ богатства и процветания. В 1936 году первым обладателем Кубка СССР по футболу становится Московский Локомотив. В матче на столичном Динамо встречаются Московский Локомотив из группы А чемпионата СССР и Тбилисская Динамо из группы Б. Кубок победителю вручают не сразу, а только 5 сентября перед первой календарной игрой на осеннее первенство СССР в матче Локомотив-Спартак. В 1941 год выходит в свет указ о переселении немцев, которые проживают в районах Поволжья. Шел третий месяц Великой Отечественной войны, и немцы были обвинены в сокрытии в своих рядах шпионов и диверсантов. Правительство решило переселить всех немцев из Поволжья, это 433 тысячи человек в Новосибирскую и Омскую области, а также в Алтайский край, Казахстан и соседние местности. 1988 год. Три американских истребителя сталкиваются в воздухе и падают на землю во время воздушного шоу, приуроченного к началу крупных военных маневров НАТО в Европе. Это происходит на американской базе в Рамштайне, земля Рейланд-Фальц в Германии. Один из истребители врезаются в толпу, зрители и взрываются. При этом погибает 66 человек, включая трех пилотов. 60 получают тяжелые ожоги, увечья свыше 100, различные ранения. 1994 год. В связи с падением курса рубля и обесцениванием к ведущим мировым валютам, принимается решение изъять из оборота копейки. Мелкие российские деньги после 290 лет использования выходят из финансового оборота. Их вновь вернули в 1998 году, когда в стране произошла деноминация. Спустя 10 лет Центробанк заявил о целесообразности отказаться от использования мелких монет. Дело в том, что производство этих копеечных монет в 2000-х годах обходилось дороже их номинальной стоимости, из-за чего представители Банка России предлагали полностью перестать чеканить монеты этого номинала. Ну и последнее. 1963 год. Мартин Лютер Кинг обратился к американцам с речью «У меня есть мечта». В ней он провозгласил свое видение будущего, где белые и черные могли бы сосуществовать как равные. Кинг произносит эту речь со ступеней мемориала Линкольна во время марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. Это был важнейший момент американского движения за гражданские права. Речь Кинга считается одной из лучших речей в истории ораторского искусства. Я мечтаю, что однажды на Красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом. Я мечтаю о том, что наступит день, и даже штат Миссисипи, изнемогающий от жары несправедливости и гнета, превратится в оазис свободы и справедливости. Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами. Я мечтаю сегодня. В последнее время такое ощущение, что мечта эта частично сбывается. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.